Если чем-то занимаешься довольно долго, то, наверное, любое дело, которое профессионально делаешь, становится делом своей жизни. Немножко пафосно звучит, на самом деле это так. Очень часто доводится слышать такое, что карате это стиль жизни, дзюдо стиль жизни. Когда-то, когда я пацаненком еще был, я, конечно, так совершенно не считал. В карате я пришел в свое время, и боевые искусства с другой задачей. Мне это нравилось просто. Потом хотелось, конечно, выступать на соревнованиях, амбициозно был. Но прошло время, стал тренером, стал заниматься больше, стал больше понимать, и открылись какие-то другие горизонты. Стал профессионалом в этом деле. А профессионал – это ведь тот человек, который не всегда даже занимается тем, что нравится. Занимается тем, к чему призвание есть. То есть, то, что он делает непрофессионально. Бывали и такие периоды, когда даже бросить хотелось, в жизни разные бывают. То есть, когда строится семья, много работы. Но со временем вообще время расставило все по местам. И сейчас оказалось так, что без этого я вовсе-то и себя уже давно не представляю. Вот я занимаюсь уже больше 30 лет, гораздо больше 30. И даже не представляю, как бы я без этого смог бы сейчас обходиться. Поэтому и продолжаю заниматься до сих пор. И чем больше занимаюсь, тем я больше понимаю, что есть что еще делать, и стремиться к чему, и задачи появляются новые. Потому что приходит опыт, приходят новые знания. И не останавливаться, если это бесконечный процесс. В чем фишка того, что ты делаешь сейчас? Я сейчас занимаюсь вовсе не тем, чем я занимался тогда, когда только начинал. Если раньше для меня это было освоение того, что есть, и переосмысливание какого-то... Нет, осмысливание вернее, значит, опыта того, что сделано для меня, то в настоящий момент я больше работаю над переосмысливанием этого и добавлением чего-то нового. Я думаю, что к этому приходит любой адепт, сенсей, который долго тренирует и занимается сам. Появляются какие-то новые моменты, которые хочется как-то раскрыть и расширить. Опять же, приходят знания. И самое главное, чем я занимаюсь сейчас, если вот прям конкретно говорить, то суть моих работ и деятельности моей, она лежит на стыке науки и боевых искусств. Дело в том, что боевые искусства, как таковые, они развивались эмпирически все время раньше. Иначе быть просто не могло, потому что опыт тех людей, которые создавали в свое время карате, ушу и другие виды боевых искусств, основывался прежде всего на личном опыте, но не на науке. Современные же знания и науки на человеке, медицина, спортивная физиология, биомеханика позволяют в опыт с тренировок по боевым искусствам вынести научный компонент, что позволяет достигать результатов намного быстрее, качественнее, лучше. Значит, увеличивать скоростные показатели, силовые, которые в боевых искусствах очень важны. Поэтому мы сохраняем технический арсенал, который в боевых искусствах был до нас, но способы и методики тренировок мы расширяем. В итоге достигаем очень высоких результатов. Это то, на чем я работаю. Второй момент – это медицина, спортивная медицина. Дело в том, что искусство боевое – это довольно травматичный вид спорта, где есть как травмы, которые причиняют оппонент, так и аутотравмы. То есть, те травмы, которые человек получает во процессе тренировок. Вообще, это возможно в любом виде спорта. Ни один вид спорта, где есть активная физическая деятельность, не безопасен так, чтобы на 100%. Но боевые искусства здесь наиболее, наверное, подвержены этой теме. Так вот, я еще занимаюсь и профилактикой, и восстановлением после таких спортивных травм. Дело в том, что абсолютного большинства травм, которые есть в боевых искусствах, можно избежать. То есть, аутотравм, которые человек получает во процессе тренировок. К сожалению, этот аспект, как это ни странно, в боевых искусствах наименее проработан. В любых видах спорта проработан намного больше, потому что спорт профессиональный сейчас. Спортсмены работают по контракту, они своей деятельностью зарабатывают деньги. И, собственно говоря, никто не даст им долго болеть, долго восстанавливаться. И травм их получать. Поэтому там спортивная медицина на высочайшем уровне. Боевые искусства в этом плане застряли на уровне столетий назад. То есть, эти методы почему-то не приносятся туда. Спорт до сих пор является преимущественным. Любительским. Это что, что касается карате. Но вот сейчас, когда появилась ММА, и когда есть профессиональный бокс, конечно, многие вещи туда сейчас идут. Но именно не в карате. В боксе, в ММА, в спортивной борьбе это присутствует. В карате нет. Я занимаюсь тем, чтобы и в карате эти методики примести. Тенденции в боевых искусствах на данном этапе? Тенденции я сейчас озвучил как раз отчасти. Я вижу тренд современных боевых искусств в том, что есть два аспекта, по которым будут развиваться сейчас искусства боевые. Первое. Это вот то, что в них придет наука. Это прежде всего. То есть, то, что позволяет достигать высоких, как количественных, так и качественных изменений за довольно короткий срок. И это было бы наивно не воспользоваться такими вещами. Потому что, если эти самознания есть, почему не применять их? Если бы те, кто разрабатывал в свое время искусства боевые, стоял у их истоков, владели знаниями этими, они бы, безусловно, воспользовались бы. Это грех нам не воспользоваться этим сам сейчас. То есть, это, конечно, самознание науки на человеке. Это биомеханика, физиология, спортивная медицина и так далее. Конечно, показатели будут намного выше. Будет и скорость выше, и сила выше. Вторая составляющая – это интеграция боевых искусств. Дело в том, что раньше все они развивались изолированно. Эти границы были как в рамках стран, где это было, так и даже каких-то районов, регионов. Поэтому существовала масса различных школ, стилевых направлений и так далее. Почему? Потому что обмен информацией был очень сильно затруднен. Но в современном информационном поле, когда есть интернет, когда можно поехать заниматься, тренироваться в любую страну мира, к любому мастеру, опыт такого вот общения и тренировок, он приводит к унифицированию. То есть боевые искусства становятся все более похожими друг на друга. Если раньше, когда бойцы выходили, предположим, на соревнования, их можно было различить по стойкам, по методике ведения, поединка, они как-то так отличались друг от друга, как в стилевом кино, когда выходят два мастера-ошу, один стиль змеи, другой там обезьяны. Вы видели вот это вот обезьяна, а это змея. Сейчас этого вы не увидите никогда. Они будут фактически неразличимы между собой совершенно. Почему? Потому что в обмене опытом, в спаррингах, межстилевых, при посещении семинаров, самых разных направлений, вырабатывается на кунификации. То есть остается самое рациональное, самое разумное, то, что действует, то, что работает. И поэтому, конечно, я думаю, что со временем выработается некое единое боевое искусство. Фактически сейчас форвардным является ММА. Оно возглавило как бы эту тему. Почему? Потому что, невзирая на традиции, оно вобрало в себя все, что только можно. И ударную технику из самых разных направлений. Из европейских стилей, из азиатских. Оно взяло борьбу, спортивную борьбу, древнюю борьбу, типа Панкартиона. Все в одном. Взяв самое лучшее, топточив это в соревновательном опыте, развивается такая тема. Я не говорю, что не сохранятся и традиционные направления, они, безусловно, сохранятся. Но у них есть тоже два пути. Либо они так останутся в прошлом и превратятся в некие хранилища традиций, в своеобразный театр, но, кабуки. То есть, где люди будут делать там красивую форму и больше следить за традициями. И в направления, которые действительно сохранят такую концепцию, как арт оф киллинг. То есть, искусства боевые, которые изначально предназначены, все-таки были, для того, чтобы побеждать противника. Но это возможно будет только при том условии, если они будут интегрироваться с другими боевыми, но это искусствами. Будут брать какие-то тактические моменты, какие-то новые приемы. Будут уметь противодействовать с тем приемам, которые раньше не знали. Я думаю, что будет именно так. Любая идея должна иметь некую форму физическую. Вот, если говорить о макеваре, то я как раз оказываюсь абсолютно последовательным в своем изложении. То есть, в чем эта последовательность? В том, что сама макевара, как таковая, это сохранение традиций. Дело в том, что макевар – это душа карате. И сохраняя макевару в карате, мы как бы сохраняем традиционную составляющую. Но те методы подготовки, которые использовались в старину, они непременно вели к аутотравматизму. То есть, это было укрепление рук через то, чтобы получать микротравмы, травмы. В итоге руки превращались в оружие. Но оружие – это было непригодно ни на что больше, кроме как быть оружием. То есть, такими пальцами невозможно было руками сделать что-либо ценное. Не знаю, часы завести невозможно такими руками. Сыграть на гитаре или что-то еще. Мы же живем в социуме. И современный адапт боевых искусств, в принципе, должен иметь нормальные подвижные руки. Это наш основной орган труда. Даже если мы интеллектуальным трудом занимаемся. На компьютере печатаем и так далее. И, конечно, я в свое время задумывался о том, что нужны методы подготовки, которые не приводят к тому, чтобы изменить руки в оплачевом состоянии, чтобы они стали. То есть, нам надо сохранить и ловкость, и подвижность. Я разработал, прежде всего, методики подготовки. Ну, а для правильных методик подготовки потребовался немножко другой самый снаряд. Я его довел до ума, доработал, похвастаюсь, что сам снаряд этот действительно за 20 лет, как он запатентован, завоевал весь мир абсолютно. То есть, огромное количество мастеров боевых искусств из самых разных направлений взяли в осиное вооружение, считают лучшей конструкцией, которая сейчас существует. На всех континентах, вот и материках есть, даже на Южном полюсе, на полярной станции «Прогресс» люди занимаются на этом макеваре. А концепты я не буду сейчас озвучивать, в чем особенность. Единственное, скажу пару вещей, она позволяет совершенствоваться на одном снаряде всю жизнь. Не надо 20 штук мягкую, покрепче, пожестче и так далее. Второй момент. Нас способствует укреплению рук и вообще ударных частей таким образом, чтобы не получать травм. Причем укреплять не только саму ударную поверхность, но и все звено. Ударное, которое участвует в ударе. А это все суставы, это все подвижные части, которые являются демпферами. Ей разработана она как раз была с учетом особенностей биомеханики человека. Казалось бы, такая простая вещь, как спружинища доска, но казалось, что скрывается в ней может много очень интересного. Не так все просто оказалось. Чему стремишься? Мои планы на будущее – это популяризация тех методов, которые я разрабатываю. Мне кажется, что я стою на правильном пути, потому что за те годы, что я тренируюсь и занимаюсь тренерской деятельностью, мне удалось доказать состоятельность этих методов как своим примером, так и на примере моих учеников. Сейчас ко мне приезжают обучаться люди со всей страны и со всего мира, что подтверждает только то, что это все работает, что все это проверено. Целей изменить мир у меня нет, но цель сделать так, чтобы боевые искусства и особенно каратэ не буксовали на месте, а развивались они постоянно, в тренде со временем. Вот это моя задача. И на том этапе, на котором я могу, а именно в интеграции боевых искусств с наукой, я приму свое посильное участие. Ты счастливый человек, да нет? И почему ты так считаешь? Счастливый человек – это очень емкое понятие. Мне кажется, ни один человек не может быть счастливым вообще. Для этого надо быть глупым очень человеком или что-то в этой жизни не понимать. Но есть аспекты в жизни, в которых я действительно считаю, что я добился какого-то значимого результата. И когда я это понимаю и сознаю, то в этой сфере я считаю, что да, я счастливый. Самое большое твое достижение на данный момент? Ну, опять-таки, как кажется сейчас, да? Самое мое большое достижение в жизни, если брать именно жизнь, это моя семья. А вот если мы говорим о том, о чем у нас интервью, да, о спорте, о спортивной медицине, то я считаю, что самое мое большое достижение – это то, что я научился увлекать людей своими идеями и мыслями. И не в том плане, что они там слепо идут за мной, кто-то у меня занимается, а то, что я умею передавать то, чему хочу научить. Я к этому долго шел. Это очень, на самом деле, трудно, особенно когда работаешь со взрослыми людьми. У них есть устоявшаяся точка зрения, у них есть устоявшиеся какие-то позиции, когда удается их убедить или показать, доказать, как это работает, объяснить. И они это понимают и это принимают. Я считаю, что это достижение, потому что я вижу результат. То есть достижение – это всегда результат. Вот все результаты в моей той деятельности, которую я перечислил, это все мои достижения. Выбрать какое-то особенно конкретное я, наверное, бы не смог. Это совокупность довольно большая, это большой комплексный процесс. Особый дух Будашин можно как-то сформулировать в несколько фраз? Будашин, да, Будашин – это вообще переводится как «дух боевых искусств». Будо – это искусства боевые, Шин – это дух. Я бы миссию пообозначил таким образом. Формируя и сохраняя дух боевых искусств, мы переносим его на все сферы жизни для того, чтобы достигать любых поставленных перед собой целей, сметая все на своем пути, в рамках того, за что потом не будет стыдно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!